Территориальных потерь Армения не возимеет, но это надо делать сейчас. Надо делать сейчас, пока война не разогрелась. Если война разогреться, потеряете любой контроль над всей ситуацией. Получим Карабах 2.0, но на этот раз уже в Зангезуре получим. Не понимаете? 30 лет они ждали, 30 лет заставят нас ждать, если не всю жизнь заставят нас ждать. Вы понимаете? Признать территориальную целостность к Азербайджану. Начать делимитацию, демаркацию границ. Сохранишь жизни. Сохранишь жизни. Я сегодня общался с армянами Еревана. С очень многими. С очень многими. С ребятами. Я отличался, общался. Все говорят, не надо оставить. Нас Карабах не интересует. Почему они нас дергают? Мы не хотим Карабах. Николь Почнян, твои избиратели не хотят больше Карабах. Чего ты дергаешь этот Карабах? Кто хочет Карабах? Кто вот эти телеграм-чаты, телеграм-чаты, вот эти все российские, маосинские, вот те, кто хочет. Говорят, Карабах это Армения или Карабах это независимая страна. они прямо противоречат президенту той страны, в которой они находятся. Они идут против Владимира Путина, который говорит, что Карабах это Азербайджан, безусловно. Вообще, представляете, что вы делаете? Герои нашлись. С международной правой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Так, Карабах это Азербайджан, я с самого начала своих эфирах это говорил, с самого начала. Нет, нет чтобы по-нормальному это, а, руководство Армении, нет чтобы по-нормальному, по-человеческому это сделать. Вы ведь это признаете? Вы ведь это признаете? Только вопрос, сколько человек вы убьете перед тем, как это признаете? Сколько человек, а это же не Армения, это не Армения. Но сколько человек на территории Армении вы убьете, пока признаете эту очевидную истину, которую весь мир признал? Герой! Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.